В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новостей по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Новую спортивную игровую площадку открыли сегодня в Селезнево. По этому случаю в поселке состоялся праздник для детей и взрослых. Поселение впервые в этом году участвовало в программе «Формирование комфортной городской среды». Федеральный проект реализуется на территории Ленинградской области с 2017 года. В его рамках сами жители имеют возможность принимать участие в благоустройстве дворов и придомовых территорий. В Селезнево на общем собрании жильцов было принято решение обустроить территорию между домами 8 и 8А на улице Центральной. Было принято такое решение окончательное. Оно менялось в процессе проектирования неоднократно. Дебаты были довольно-таки сложные. Ну, пришли все все равно к общему решению. И сегодня всех поздравляю жителей Селезнево и, конечно, безусловно, жителей Селезнево улица Центральная 8 и 8А с приобретением и с улучшением комфорта проживания, что является, в общем-то, сегодня нашими основными задачами. Комфорт проживания наших граждан. На территории в 200 квадратных метров оборудован детский городок и несколько спортивных тренажеров. Самые маленькие жители Селезнево смогут качаться на качелях и играть в песочнице. Подростки заниматься спортом. А их родители, бабушки и дедушки отдыхать на скамейках или играть в настольный теннис. По периметру установлено ограждение. Организовано уличное освещение. Благоустроена прилегающая территория за асфальтированные дорожки. Оборудована стоянка для автомобилей. Здесь, к слову, скапливалась вода. Теперь выполнено водоотведение. На торжественной церемонии депутат Законодательного собрания области Анатолий Черноморец пообещал, что в следующем году поддержит поселение финансово из депутатского фонда. Местные власти намерены и в будущем участвовать в областных и федеральных программах. Это программа переселения из аварийного жилья, программа чистая вода, вы знаете, наша страдальная, программа строительства спортивных площадок для молодежи и много других программ, которые позволяют нам улучшать жизнь для вас, для наших немногочисленных населенных пунктов нашего муниципального образования. Так как у нас финансирования в бюджете всегда не хватает и за счет области, за счет федерации позволяет кое-что для вас сделать, улучшить вашу жизнь. Весной работы по благоустройству территории вокруг домов продолжатся. Местные жители намерены провести здесь субботники, облагородить кустарник и разбить клумбы. Наша задача жителей посадить цветочки, сделать красивыми клубочки, вазоны не зря нам поставили. Надо весной подойти и посадить сюда цветы, чтобы действительно еще наш первый дом так благоустроили. Дальше будет вестись работа. Но сейчас мы должны показать пример, коли нам первым сделали дом таким красивым. Как прокомментировали в администрации Селезневского поселения, на следующий год местные жители намерены вновь при поддержке властей участвовать в программе «Комфортная среда». Также в поселке продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках областной программы. Зимой скучать не придется, пообещали жителям и гостям Выборга и Лапинранд и представители руководства и туристической сферы двух приграничных городов. Сегодня состоялась традиционная встреча, на которой они рассказали о планах на предстоящий сезон. Дух Рождества придет в Лапинранду уже на этой неделе. В пятницу зажжется праздничная иллюминация. В субботу на пешеходной улице откроется ярмарка изделий ремесленников. Будут выступать музыканты. Зрителей поприветствуют Йоулу Пуки и его хозяйка. С ними можно будет сфотографироваться, они будут угощать конфетами, как всегда. И в 4 часа дня будет фейерверк с музыкальным сопровождением. В общем-то, в том году было очень интересно. Крепость историческая, всем знакомая. И у нас там находятся основные музеи. И, в общем-то, 7 декабря советую воспользоваться всем музейной пятницы. Вход в музей бесплатный. Насчет этих экскурсий с русскоговорящим экскурсоводом. Это первая неделя января. Мы и продумали, так что это, наверное, будет интересно. Мы ждем много туристов из России. Поэтому решили организовать такие экскурсии. 31 декабря на Портовой площади Лапинранты зрители увидят огненное шоу и фейерверк. А в Выборге в новогоднюю ночь с половины второго до половины четвертого на Красной площади состоится праздничный концерт. Приглашена музыкальная группа из Петербурга. Интерактивную программу проведут Дед Мороз и Снегурочка. Подготовка к зимней кампании в нашем городе в самом разгаре. Тем более, что с 7 по 9 декабря в Выборге пройдут мероприятия в рамках недели северных стран. Мы ожидаем к нам в гости генеральных консулов и консулов Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании. Также в этом проекте принимают участие из северных стран Исландии. С 1 по 25 декабря в библиотеке Альвара Алта откроются сразу три выставки. О шведской детской книге, выставка о книгах норвежских писателей и замечательная выставка о замечательном датском композиторе, скрипаче, дирижере и педагоге Карли Нисене. Во Дворце культуры 7 декабря в 18 часов вы можете услышать музыкальную программу неизвестной шедевры скандинавской классики. 20 декабря состоится традиционная встреча российского Деда Мороза и финского Йолупуки в пункте пропуска Брусничная. После чего главный новогодний волшебник нашей страны посетит Лапинранду, а затем прибудет в Выборг на Красную площадь, где в 2 часа дня начнется детский праздник. А тех, кто замерзнет, примет библиотека Алта. Там также пройдут новогодние мероприятия. Их череда продолжится и в январе. Чтобы быть в курсе событий, следите за новостями на сайте районной администрации и на нашем сайте. Кстати, за 9 месяцев текущего года в Выборгский район посетили 560 тысяч туристов, причем число иностранных гостей по сравнению с 2017-м возросло на 20%. Чтобы тенденция сохранилась, представители местной власти прорабатывают вопрос о возобновлении в Выборге приграничного досмотра маломерных судов. Это должно поспособствовать развитию водного туризма. Администрация Выборгского района буквально в пятницу провела совещание с заинтересованными федеральными структурами о возможности открытия морского пункта пропуска Выборг для маломерных судов. Но, к сожалению, вопрос так быстро не решается и не в компетенции местных властей. Но позитивный момент, что диалог между федеральными структурами и местной властью ведется. Есть понимание, что необходим данный пункт пропуска, чтобы он находился в городе Выборге. В наступающем году Лапинранти исполнится 370 лет. К праздничной дате руководство города обещает подготовить новые сюрпризы для его жителей и гостей. Жить ярко, смотреть на мир позитивно. В подростково-молодежном клубе «Апельсин» отметили пятилетний юбилей. Поздравить воспитанников клуба и его выпускников пришли руководители комитета по молодежной политике и Выборгского дома молодежи. Они вручили памятные подарки и пообщались с молодыми людьми в неформальной обстановке. Я специально даже снял с работы пиджак, чтобы как-то не особо вытеряться в хорошее помещение. Клевые люди. И знаете, особенно, наверное, это событие, пятилетие клуба, дорого тем, кто здесь был с самого начала. Я знаю, что ребята здесь, которые были много лет назад, кто здесь руководил клубом изначально. Друзья, приятно видеть новые лица. И это самое главное, чтобы клуб наполнался новыми лицами, новыми эмоциями. И, в принципе, это все зависит от вас, как будет клуб меняться, развиваться, как вы будете менять то, что вы можете, в принципе, как молодежь, как ребята, можете менять все, что угодно. Воспитанники клуба готовы менять все, кроме названия и любимого логотипа. И будут стараться в любой ситуации сохранять оранжевое настроение. Полтора года культурно-досуговым учреждением руководит выпускница другого волонтерского клуба «Вольный» Анна Власова. Под ее опекой сегодня находится порядка 60 молодых людей разного возраста. И все они с удовольствием участвуют не только в жизни города и района, но и всей Ленинградской области. В начале ноября, с 1 по 3 ноября, проходил областной фестиваль «Мы вместе», куда съезжались команды подростково-молодежных клубов со всех районов. То есть было областное крупное мероприятие, где клубы соревновались между собой. Каждому клубу надо было подготовить свою акцию социальную, спортивные соревнования были, два творческих номера. Они вместе практически каждый вечер общаются, планируют мероприятия, репетируют, в общем, творят, думают и воплощают в жизнь. И если рядом плечо друга, можно быть уверенным, все обязательно получится. Пожар, в результате которого погиб человек, произошел в Выборге. Это случилось накануне вечером. В 20 часов 23 минуты спасателям поступило сообщение о том, что горит деревянный дом в Сенном переулке, в районе улицы Черноземной. К месту происшествия выехала дежурная смена 52-й пожарно-спасательной части. В тушении было задействовано 7 человек и 2 единицы техники. В начале 10-го пожар удалось ликвидировать. Дом площадью 48 квадратных метров частично уничтожен огнем. На пепелище обнаружены останки человека. Личность погибшего еще предстоит установить. По словам очевидцев, незадолго до пожара здесь сильно пахло бензином. Стал ли причиной возгорания поджог или что-то другое, выяснят дознаватели. Жители Ленинградской области, относящиеся к ряду льготных категорий населения, получат от властей субсидии на приобретение приставок-ресиверов для приема цифрового телевидения. Такое постановление областного правительства подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Сумма компенсации составит не более 3000 рублей и будет равняться расходам на покупку оборудования. Помимо самой приставки могут быть компенсированы также расходы на приобретение дециметровой антенны, которые вполне возможно тоже понадобятся для того, чтобы принимать цифровой сигнал в этом доме. Правом на единовременную денежную компенсацию могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на детей. Право предоставляется в том случае, если у человека не заключен договор с оператором спутникового телевещания. То есть если на территории этого населенного пункта, либо же у конкретного гражданина заключен договор с оператором спутникового телевещания, вот в этом случае право на такую компенсацию не предоставляется, потому что через спутник возможность получать цифровой сигнал и смотреть все передачи в цифровом качестве, она и так предоставлена. Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в Центр социальной защиты населения по месту жительства, приложить необходимые документы, в том числе подтверждающие произведенные расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, или отправить эти документы почтой России. Это будет делаться только для этих категорий граждан, проживающих в частных домах, дом на 2-3 семьи и бараки. Это за исключением многоэтажных домов, там где у нас сегодня есть кабельное телевидение, есть возможность обеспечить сигнал. Решение о предоставлении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, после чего средства перечисляются на текущий счет обратившегося жителя региона. Расходы могли быть произведены начиная с 1 января 2018 года, а за самой льготой нужно обращаться уже в 2019 году. Потому что пока еще аналоговое телевидение действует, люди пользуются аналоговым телевидением. Поскольку в соответствии с национальной программой переход на цифровое телевещание планируется осуществлять с января следующего года, Соответственно, только тогда им понадобятся эти приборы и необходимо будет компенсировать расходы тем, кто такое право имеет. Это очень удобно, это здорово. Я вижу определенные улучшения в том плане, что картинка лучше, вещание, видео и аудио лучше. У людей, у которых большой телевизор, большая диагональ, вообще здорово. Мои дети в восторге, потому что само качество и картинка, она превосходит сама себя. Выборгский замок Кубок Ленинградской области по фехтованию разыграли в Выборге. В спортивном зале на Круговой-1 в поединках сошлись лучшие в регионе фехтовальщики на шпагах. В этом году организаторы впервые провели открытый турнир. Помимо спортсменов из Ленобласти, в соревнованиях приняли участие представители Санкт-Петербурга, Красноярска, Украины. На федерации было принято такое решение, что сделать открытый для того, чтобы улучшить качество подготовки, для того, чтобы, скажем, набрать этот необходимый объем, потому что между собой они и так достаточно фехтуют. В этом году на Кубке области не смогли выступить два именитых спортсмена из Выборга – действующий чемпион России Владимир Чичев и мастер спорта международного класса, призер Кубка мира Егор Гужиев. Сейчас фехтовальщики находятся на сборах в составе сборной России и готовятся к этапу Кубка мира, который пройдет в Швейцарии. Отличную борьбу показали их товарищи по команде – Федор Ковалев, Андрей Хребтов и Денис Крюков – бронзовый призер Кубка России. Они завоевали медали в личном первенстве и достойно боролись за победу в командном зачете. Командная борьба именно заключается, что тот не сам за себя, а за всю команду. Но у нас довольно-таки сплоченная команда, мы уже знаем друг друга, поддерживаем, поэтому все у нас получается. И сейчас идем тоже к победе. Командное первенство в рамках Кубка Ленинградской области по фехтованию в этом году также организовали впервые. Борьба получилась крайне напряженная. Фехтовали команды 4 на 4 по правилам так называемых догонялок – до 45 уколов. Каждый укол очень важен, и каждый тут уже не только за себя, а за команду. Поэтому страсти кипят, тут и слезы, и крики, истерики, и возможные эмоции. Для нас это очень важное командное соревнование, ведь мы в прошлом году, на Кубке России, наша команда завевала бронзовые медали. То есть они как бы вот здесь два из-за того состава, они здесь находятся. И два вот у нас дружище чет, они на бой. То есть у нас как бы все шансы побороться и в этом году за медали. Но для того, чтобы нам оптимально подойти к физической форме, поэтому мы решили и командное соревнование провести. По итогам соревнований в командном зачете золото завоевала сборная Ленинградской области. Это воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Крюков, Хребтов и Ковалев. Среди женщин не было равных команде фаворит. Победа далась нелегко, потому что были девочки, которые занимаются уже долгое время. Я особо много не занимаюсь, только тренирую. И поэтому для меня это было тяжело. По итогам соревнований будет сформирована сборная Ленинградской области, которая 22 декабря сразится на Кубке России в Сочи. Безопасно, надежно, комфортно. Команду выборских велосипедистов, воспитанников школы Олимпийского резерва «Фаворит» из Петербурга привез новый автобус. Спортсмены возвращались с соревнований, которые проходили в Воронеже. Автобус был приобретен для спортшколы месяц назад и уже совершил несколько рейсов, хорошо зарекомендовав себя в дороге. Благодаря финансовой помощи наших депутатов город приобрел новый автобус. Старый свое отслужил, ему исполнилось 10 лет. Перевозка детей запрещена, как известно. И поэтому был приобретен новый автобус. Стоит новая машина 9,5 миллионов рублей. Финансовую помощь в ее приобретении оказали депутаты законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко, Анатолий Черноморец, Владимир Цой, Олег Петров и Павел Воробьев. Это автобус «Ютонг» на 49 посадочных мест со всеми удобствами, можно так сказать. С кондиционером, с биотуалетом, с холодильником, с телевидением. Так что все оснащено по последнему слову техники. В спортивной школе 15 отделений. Соревнований проводится много. Автобус простаивать не будет. Водитель Константин Ковалев в новом транспортном средстве уверен. А руководство учреждения, в свою очередь, доверяет профессионалу. Вместе они обязательно довезут юных спортсменов до новых побед. Наш выпуск на этом завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова